Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий журналист Рустам Вафин. А поговорим мы сегодня, в очередной раз поговорим мы сегодня об участии Казанского федерального университета в новой государственной программе поддержки вузов и науке в Российской Федерации «Приоритет 2030». Участие в этой программе в разрезе подразделений институтов нашего университета. И сегодняшний наш гость, директор института психологии и образования Казанского федерального университета, профессор Калимуллин Айдар Минмасурович. Добрый день, Айдар Минмасурович. Добрый день, здравствуйте. Айдар Минмасурович, я сейчас телезрителям просто быстренько объясню. Напомню, в рамках новой программы более 100 вузов России получили ежегодные гранты в размере 100 миллионов рублей на открытие новых лабораторий, новых научных направлений. Но среди этой сотни есть вузы, чьи заслуги и научный потенциал оценен значительно в большую сумму. И среди них наш КФУ. Общий размер дополнительного финансирования из разных источников, в том числе и республиканского, на эти цели, на новые лаборатории, на научные направления составят порядка полутора миллиардов рублей ежегодно. И когда я видел программу, которую мы защищали, вот приоритет 2030, чем университет шел в Москву, в Министерство образования, в Министерство науки, в правительство, там первым пунктом стояло Казанский федеральный университет в направлении education, образования, вошел в топ-500. Это стояло большими оршинными буквами. И это был такой отсыл в предыдущей программе, топ-500, когда все участники этой программы должны были пытаться войти в сотню ведущих вузов мира. Понятно, что это была та идея, которая, ну, запредельная планка. Но, тем не менее, единственный бачок, там, единственное место, куда мы вошли, перескочили в топ-500, это было education. Это ваше направление, ваш институт, ваши коллеги. И я считаю, это мое субъективное мнение, что вот эта очень комфортная позиция, которую университет получил в новой программе, в приоритете 2030, это очень значительное финансирование, в том числе, во многом, в значительной степени, благодаря вам и вашим коллегам. Потому что мы выполнили требования предыдущей программы. Вот. И это, ну, практически другим вузам России-то не удалось, на самом деле. И поэтому я хочу вас от всей души поздравить, потому что без вас, без ваших усилий, без ваших, ну, действительно самоотверженных коллег, потому что я видел, как там работают люди. Я не знаю, получилось бы, ну, конечно, вы получили хорошие позиции, но вот такие комфортные позиции получить, я считаю, что без вас, без ваших усилий бы не получилось. Вот. И... Спасибо. Да, вот на этих словах я приступаю к своим вопросам. Момент, когда вы узнали, что Казахстан федеральный университет вошел в новую программу приоритет 20-30. Ваша реакция была какая? Реакция была очень радостной, радостной. И это чувство гордости за университет. И вы сказали о том, что университет получает такое внушительное финансирование. Это не просто ресурсы. Это прежде всего ожидание правительства, наши учредители от Казанского федерального университета в плане того научно-образовательного эффекта, который получит наше общество после реализации проектов Казанского федерального университета. Это очень большая ответственность, так как за каждую копейку необходимо отвечать. И эта огромная сумма подразумевает, что действительно будут сделаны новые открытия, разработаны новые технологии в самых разных областях. И поэтому после того первого эффекта, который и той радости, которую мы получили, конечно же приходит осознание необходимости работать еще лучше для того, чтобы эту программу реализовать. А скажите, а как коллектив воспринял эту новость? Ведь я просто знаю, как у вас там работают люди, у которых горят глаза, очень интересные проекты ведут. И вы почувствовали, что в коллективе тоже такое оживление в связи с тем, что действительно это же важно, когда у университета есть деньги, есть финансированные. И вот те наработки, которые у них были, они продолжатся. Рустам Габлухарькович, я вас хотел бы поблагодарить, во-первых, за приглашение, потому что мы не виделись несколько лет. И вот эта встреча с вами, этот диалог, это какое-то своеобразное осмысление того пройденного пути. Вы сказали о наших достижениях, за этим стоит очень большая работа. Я бы хотел нашим слушателям, зрителям сказать, что когда начинался проект 5.100, мы, педагоги, педагогическое образование, оказавшись в нем, наверное, оказались в очень такой для нас непонятной ситуации, так как изначально, с 2011 года, педагогическое образование пришло в Казанский федеральный университет. Хотя это не совсем правильно. Дело в том, что подготовка учителей в Казанском императорском университете началась в 1812 году, но затем, когда был создан учительский институт, его преемником стал педагогический институт, она была прервана. И когда педобразование вновь вернулось в эти старинные стены, нам необходимо было найти новое содержание. И это было очень непросто. Мы испытывали внутренние трудности, мы испытывали внешние проблемы, мы чувствовали на себе скепсис со стороны коллег из естественно-научного блока, потому что все-таки педагогика — это такая необычная наука, она несколько, может быть, не очень такой положительный имидж сформировала в последние годы, и чувствовались застойные явления. И вот тогда мы стали развивать свое направление, мы действительно стали первым направлением, предметной областью в Казанском федеральном университете, которая вошла в топ-100 по области education. Вслед за нами этот успех повторили геологи в своем предметном рейтинге. Вот и все. И я знаю, что многие коллеги, начиная, как, например, наши медики, по сути, начиная с нулевой позиции свой старт, тоже очень неплохо развиваются и идут к этим достижениям. И вот это, конечно же, во многом благодаря поддержке и ректора федерального университета, и коллег, и здесь, Рустам Габбулл Халикович, я хочу сказать вам благодарность. Дело в том, что когда в самом начале, выступая перед вами, вашими коллегами, также беседуя, я получал необыкновенный заряд оптимизма, поддержки, плечо чувствовалось, да, потому что в нас тогда никто не верил, но в результате мы смогли это сделать. И вот я возвращаюсь к вашему вопросу. Дело в том, что мы не только просто вошли в рейтинг, да, рейтинг, ну, кто-то может называть формальным показателем, но его надо достичь, понимаете? А он строится на довольно жестких индикаторах, и мы являемся российскими лидерами в этой области, обгоняя и Московский государственный университет, и Высшую школу экономики, я не говорю уже о других вузах, поэтому это само по себе большое репутационное достижение. И вот мы, развиваясь в рамках своего направления, безусловно, очень сильно меняли коллектив, трансформировали. Я сказал о трудностях педагогической науки, которые, на мой взгляд, ну, я боюсь, конечно, что некоторые коллеги меня осудят, но я готов с каждым поспорить индивидуально. Дело в том, что педагогическая наука во многом казалась непростой ситуацией, потому что она очень часто стала отставать от потребностей реальной образовательной практики. И когда мы дискутировали с коллегами, я обращал внимание, как много работ пишутся, диссертации в частности, по истории педагогики, по теории педагогики, но как эти теоретические концепции реализуются в практике, вот как решать повседневные проблемы, которые есть в школе, во взаимоотношениях детей с учителями, с родителями, между собой, да, вот этим практически никто и не занимался. Поэтому мы очень сильно меняли свое отношение к образовательным исследованиям и формировали новый коллектив. И поэтому мы, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что в Институте психологии и образования сформировали очень дружный, уникальный коллектив, не сразу, да, через проблемы, через дискуссии, через обиды, но в итоге мы стали за эти годы одной семьей. И не случайно наш институт, он является лидером не только в России, в своей области, но и в Казанском федеральном университете среди подразделений социокультурного блока по всем наукометрическим показателям, по публикационной активности, по цитированию, по международной коллаборации. И это говорит о том, что нам вместе с коллегами удалось сформировать новое понимание новых людей, новый коллектив, которые без такой перестройки, да, без таких импульсов, без таких программ, наверное, жить уже не могут. Конечно, я не абсолютизирую, безусловно, каждого преподавателя в этот процесс вовлечь невозможно, но большинство моих коллег, они именно такие. И когда в конце прошлого года завершился проект 5.100, то, конечно же, наступил какой-то вакуум. Здесь большую роль сыграла позиция руководства нашего университета, которые за счет внутренних ресурсов, в отсутствии финансирования федерального, смогли сохранить те лаборатории, которые мы имели, а они уникальные. Мы создавали в основном их в содружестве с зарубежными учеными, мы много ездили по миру, мы смотрели все самое лучшее, мы знакомились с очень известными учеными, каким-то образом обращали их внимание на себя, и они стали работать вместе с нами. Многие из них являются приглашенными исследователями Казанского федерального университета. И вот благодаря позиции руководства эти лаборатории были сохранены, хотя, безусловно, какие-то определенные сложности или, может быть, даже изменения традиционного графика научной работы мы все на себе испытали. И поэтому победа КФУ в программе «Приоритет 2030» и финансирование, конечно же, нас очень сильно вдохновили, и люди соскучились по работе. Но для любой работы нужны ресурсы, безусловно. Поэтому новость была очень нужной, и сейчас я очень рад, что наступила стабильность, понимаете? Мы знаем, куда двигаться. Вы знаете, вот вы говорили о своем коллективе, и то, что меня всегда поражало, я, поскольку, ну, люблю к вам заглядывать, нечасто, но, получается, когда закажу, всегда очень люблю заглядывать, костяк ваш составляет, ну, скажем так, не сиятельные, а старательные. Это удивительно, потому что очень часто приходится слышать, что вот нам нужны там какие-то великие умы, сюда приглашать, за большие деньги покупать. Как-то у вас вот выращиваете внутри себя, и, ну, скажем так, учителя с определенными талантами и усидчивостью, да, они вот начинают работать у вас, расцветать, и смотришь. Женева, Глазго, конференции, к ним интерес, публикации. Это вот... Вот вы сначала сказали, что вас верили, да, вот мы вас верили. Ну, конечно, верили, видно же было, как вы горите, да, и когда я вижу, как вы вот из... из того, что прямо под руками, да, недалеко, не бегая, а вот все, что под рукой, на самом деле, свое, и вы вот из этого выращиваете, и получаются хорошие вещи. Это меня вот всегда впечатляло, и, ну, в общем-то, я считаю, что по-настоящему все свое всегда рядом. Просто увидеть, рассмотреть, нацелить. Вот, мне кажется, задача руководителя и перспективы Казахского фермерного университета в том числе и в других направлениях тоже. Вы правы. Я вот... У нас, может быть, даже традиции научной деятельности немножко иные, не специфичные в России. Я скажу для примера, что согласно статистике, этот материал был изложен в прочитанной мною статье, среднестатистический американский ученый в течение своей профессиональной жизни, карьеры, 11 раз меняет место работы. И это нормально, да. У нас все-таки, может быть, советского времени укоренилось такое понятие, там, летун, да, помните, человек, у которого не было места в его трудовой книжке, где бы он поработал. Я к этому отношусь отрицательно, понимаете. Где родился, там и пригодился. Поэтому это бывает, но это очень редкие исключения. И приехавший рабовый от них, да, он действительно может нести какую-то там новую струю, но лишь в том случае, если на следующем этапе он свяжет свою профессиональную карьеру с деятельностью нашего университета. И вот здесь, конечно же, большую роль играют наши собственные кадры. Среди моих коллег очень много талантливых людей, но вы прекрасно понимаете, что по разным причинам, ну вот, цветок растет, допустим, там сегодня не полили, завтра он там, к сожалению, уже больше не растет, да, получается, да, и так далее. То есть, есть масса нюансов, да, и вот, наверное, надо работать. Безусловно, там и моя позиция, как руководитель, она далека от совершенства, да, наверное, есть где-то что-то, я не успеваю увидеть, но общий курс, это как раз-таки на поддержку своих собственных исследователей, возможность дать им раскрыться, ресурсы, не все, к сожалению, вот вы говорили там, вот вы честно сотрудничаете и общаетесь, я знаю, с моими коллегами из Центра миграционной педагогики, это уникальный научный центр, доценты Хайрудинова и Громова, они имеют очень серьезные публикации, их приняли в очень узкий круг международных ученых из самых разных стран, которые занимаются этой проблематикой, и по сути они там единственные российские представители. И вот они смогли, то есть действительно из простых преподавателей, занимавшихся в рамках своих кандидатских диссертаций совершенно иными темами, смогли найти новую проблематику и вырасти в ней. Есть, к сожалению, и другие примеры, когда университет вкладывался в развитие тех или иных коллег, их, к счастью, не так и много, но которые, в принципе, никаким образом для себя не смогли сделать какие-то профессиональные там выводы. И, может быть, это нормально, да, в том плане, что за рубежом есть две категории, там есть исследователи, да, во-первых, там, преподаватели, есть чистые исследователи, а есть преподаватели, у которых в их деятельности доминирует исследовательский компонент, а есть преподаватели, которые в основном занимаются образовательной деятельностью. Я думаю, вот эту дифференциацию у нас тоже нужно проводить, но при этом, и это так или иначе происходит в нашем университете, все-таки тот коллега, преподаватель, который может заниматься научной деятельностью, не каждому это дано, да, он должен иметь преференции в плане профессионального развития, заработной платы, командировок, внимания, уважения со стороны сообщества, тогда, наверное, будет результат. И вот по этому пути мы шли, как раз таки, и что-то у нас, видимо, получилось. Да, у вас получилось. Это, в общем-то, и это отражено на первой странице той защиты программы, защиты, которая вот университет выходила. Устангану Халифович, да, спасибо, но я бы хотел оговориться для того, чтобы немножко так не вводить наших слушателей, коллег в небольшую неясность. Дело в том, что рейтинги каждый год меняются, да. И вот в прошлом году, в текущем даже, на 21 год мы занимали в рейтинге Times Higher Education в позиции Education, да, 90-е место в мире, да. Вот опубликован рейтинг буквально несколько недель назад на 22-й год. Мы немножко понизили свою позицию, мы теперь входим в позицию 101-125. Конечно же, это повод для размышлений, да, там, и, наверное, стимул развиваться еще лучше, вот, но мы по-прежнему номер один в России, да, и 4 года находиться в группе 90-97, 101-125, да, 4 года мы находимся в этой группе, это, конечно, огромное достижение. Это показывает то, что мы не однодневки. Такие примеры среди российских вузов есть, которые, ну, при помощи разных, наверное, дополнительных действий по, там, накрутке наукометрических показателей входят в рейтинги, а через год также бесславно вылетают, получается, да, и то, что 4 года Казанский федеральный университет, а этим могут похвастаться только МГУ и Высшая школа экономики, и мы понимаем, насколько сильные, да, это университеты, и мы находимся в этой группе, и по всем показателям мы показываем очень ровные свои достижения, причем не только в рейтинге Times Higher Education, но и в рейтинге КУЭС, да, и вот, наверное, вот эта триада, да, в которую мы попали, МГУ, Высшая школа экономики и КФУ в предметной области образования, это, конечно же, гордость, но я еще раз повторю, да, что это не просто какие-то там аморфные показатели, за каждым показателем, а там очень жесткие индикаторы, да, стоит работа, количество статей фрестижных журналов, сколько раз их цитировали, да, как тебя оценивают в мире, и вот буквально сейчас, я только что, мы работали с Маратом Рашютовичем Софиулиным по поводу стратегии на 22-й год, и я отметил, что по такому показателю вот в этом году, хотя в общем рейтинге мы понизились, но есть там показатели международное видение, и вот мы впервые стали первыми в России, обогнав даже московский государственный университет, который исторически известен, понимаете, в этой области, и как нас видят в мире, а это оценки экспертов, прежде всего, как тебя оценивают. Я вот этим очень горжусь, и я думаю, Алла Берса, дай бог, мы вновь войдем в топ-100, но, может быть, дело не только в этом, дело в том, что бы за этим стояла реальная работа, и самое главное, что подчеркивает новая программа «Приоритет 2030», чтобы от наших исследований была реальная польза для образовательной практики в регионе, прежде всего, а затем в стране. И вот сейчас, опять-таки, в рамках новой программы мы концентрируемся на этом, как сделать образование лучше, как решить проблемы, которые возникли там. Сейчас мы, наверное, с вами можем две-три программы рассказывать о проблемах в школьном, в высшем образовании, да, все об этом знают, все с этим сталкиваются, нет ни одной семьи, где бы кто-то там не учился, не преподавал, где бы не обучались дети, да, есть, я сам отец старых детей, да. Ну и мало из этих семей кто в восторге, на самом деле, от школы. Нет удовлетворенности, понимаете, от образования. Я бы в этом плане хотел отметить, что, вы знаете, к сожалению, почему-то образование становится таким предметом очень, ну, такой не объективной народной критики, да, получается, да. У нас есть, у нас много недостатков в самых разных сферах нашей жизни, получается, но почему-то вот именно этой больной точкой, да, которую можно критиковать, стали образование, стали учителя, и вот мы говорим об актуальных проблемах, которые сейчас необходимо исследовать, нехватка учителей, огромная нехватка учителей, да, мы выпускаем в год только Казанский федеральный университет, более двух с половиной тысяч учителей, да, но они не доходят до школы, и когда пытаются нас критиковать, но это ведь не наша, наша задача подготовить хорошего специалиста, а проблема рекрутинга, это проблема уже региональных и муниципальных органов власти, и вот даже те, кто приходит, я вот как в качестве иллюстрации одной темы хотел бы обратить внимание, приходят в школу, да, молодые учителя, и вот сейчас, как и обычно бывает каждый год, по истечению первого месяца к нам вновь обращаются с просьбами директора школ, у них, им надо закрывать вакансии, понимаете, получается, да, то есть молодые учителя, даже в том минимальном проценте, пришедшие в школу, да, через несколько недель работы уходят, столкнувшись с трудностями, которые они там получают. А вы анализировали эти трудности? Потому что... Да, трудностей очень много, безусловно, конечно, это за... Безусловно, но тут не надо, наверное, это и гадать, это социально-экономические трудности, потому что зарплата молодого учителя в 17 тысяч рублей, это не те ожидания, и учитывая, что какое фундаментальное образование они получают в КФУ сейчас, у нас, ведь мы говорили, у нас очень интересная модель подготовки учителей, да, то есть они оценивают себя гораздо выше, и они востребованы в других секторах экономики, да. Несколько лет назад я был в Сингапуре, где очень известная, да, модель образования, да, и мне сказали о такой закономерности, когда наступает кризис, все возвращаются в профессию учителя, понимаете, потому что экономика, работы нет там, и так далее, а здесь работа гранина. Как только экономика процветает, да, то учителя уходят из школы и находят себя там в бизнесе, в других сферах, да. Это понятно, да, социально-экономически, но ведь еще и другие моменты, ну, это момент нагрузки, да, на преподавателя. Вот вчера, настолько что пришло заседание ФУМО, и есть масса примеров зарубежных, как эта проблема решается. Например, на первые два-три года в некоторых странах молодой учитель получает только половину нагрузки, но зарплату получает как за полную, да, к нему прикрепляются тьютеры, которые получают заработную плату и которые должны с ними работать, да, в которых есть определенные социальные гарантии, да. В нашей же практике, как правило, молодой учитель получает самые худшие классы, потому что он новичок, пришел, и это ведь социум, да. Да, это напоминает яролаж с участием Хазанова, да, да, молодого. Да, 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 но им повезло, да, получается, да, его рогатка не промахнулась, да, получается, да, лучшие классы, да, но это общеизвестные факторы. Но я бы хотел сказать, наверное, еще об одном моменте, который очень часто не афишируется и ускользает, да. Мы стали проводить исследование и выяснилось, что ключевой проблемой сейчас, где молодых учлений, становится родительский буллинг, травля, давление со стороны родителей, потому что все разбираются в педагогике, все разбираются в образовании. И опять-таки, вот сейчас, как мне обидно за это, да, что виноватым остается учитель, да, когда приходят родители, начинают спорить из-за оценок, что сказал учитель, получается, да, я присутствовал на собрании, ну, онлайн-собрании своей дочери и столкнулся вот недавно с таким интересным случаем, да, когда один родитель говорит по математике вы обучаете детей по очень тяжелой программе, не надо это давать, второй родитель говорит вы обучаете по очень легкой программе, да, третий родитель говорит ваше содержание не соответствует в ГОСУ, получается, который я посмотрел и так далее, да, вот, и мало того, мы же знаем примеры, когда, в принципе, приходят родители, начинают, ну, это зависит опять-таки от социально-экономического развития того микрорайона, где находят, да, когда начинают давить, когда начинают угрожать, там, и так далее, и вот, когда я общаюсь с молодыми учителями, я провожу такие небольшие исследования, то есть там прямо угрозы, да, физические, бывают такие-то угрозы, ну, представьте себе, да, вот здесь тоже есть очень важное, вы знаете, что 25% учителей в России пенсионеры, да, нет хорошей жизни, я рассказывал пример вам прежде, да, что несколько лет назад, когда мы приехали в наш вуз-партнер в Германии, в Дрездене, да, у них в Саксонии, это земля Саксонии, была проблема, у них ушли на пенсию все ГДР-овские учителя, понимаете, то есть им не надо работать на пенсии, государство их обеспечивает, они ушли на пенсию, и они 10% учителей взяли с улицы, без какого-либо образования, потому что детей надо чем-то было занимать, понимаете, да, и вот здесь проблема в том, что старший учитель, он еще имеет какие-то навыки, да, жизненный опыт, чтобы противостоять таким родителям, понимаете, да, то есть с высоты своего возраста, да, получается, и так далее, может быть, очень часто родители, это его бывшие ученики, да, то есть он имеет некий статус, да, а приходит 21-летняя девушка, понимаете, да, приходит действительно нам, и когда она сталкивается с такими проблемами, она говорит, зачем мне нужно терпеть это за 18-20 тысяч рублей. А вот скажите, вы такую проблему, ну, она очевидна, заметили, это оценили, а в связи с наличи такой проблемы вы в свои образовательные планы вносите какие-то вещи, которые, ну, помогают, могли бы помочь таким вот 21-летним девушкам психологически сдерживать вот прессинг? Во-первых, вообще проблема самовыгорания учителя, проблема психологического статуса учителя, проблема самоконтроля, саморегулирования, самооценки, да, она составная часть любого курса по психологии, да, и поэтому такие навыки они, безусловно, получают, да, но у меня, вот вы просто опережаете, как всегда смотрите вперед, у меня вообще есть мечта, да, мечта создать такой курс, понимаете, причем живой курс, да, я сейчас работаю с ним, общаюсь, за мечтами, за мечтами Адара Масудовича надо следить, потому что они имеют свойство исполняться. Да, а вообще нужен курс права учителей, вот у нас есть курсы права детей, книги написаны, да, а вот сейчас кто-нибудь права детей, teachers right, да, да, что может учить, даже как он должен ответить, вы знаете, что сейчас, вы же, ну, мы все, их записывают на телефон, да, доводят учителя до кризиса, да, это тоже человек, понимаете, получается, он может сорваться, его записывают, выставляют, там и так далее, да, пока не будет государственной политики, пока не будет законодательных актов, которые защищали бы с правовой точки зрения учителя и не позволяли бы вмешиваться, да, в его деятельность, для этого должны быть уполномоченные органы. Например, хороший опыт, это, это просьба учителей, понимаете, которые очень часто не могут ее открыто озвучить, да, и просят сделать это нас, ученых, да, а на Западе, в США, вот, например, я был, да, есть практика, когда школа заказывает специальные, вот есть жалобы на учителя, да, получается, учителя есть свои права, понимаете, да, и это может сделать только специальная комиссия, либо какое-то агентство, да, которое приходит, при помощи методик, оно обследует обстановку класса, следит за учить, у нас такие методики тоже есть, и некоторые институты наши, например, Высшая школа информационных технологий в свое время заказывала, мы проводили такую следующее с нашими педагогами, да, а потом их обучали, как они должны работать с методической точки зрения, да, и они проводят эти исследования, мы знаем проблему буллинга между детьми, травли между детьми, да, они выявляют очаги таких фактов, да, ведь в классе обязательно будет кто-то такой, кто, в принципе, начинает, ну, пытается доминировать, да, да, над другими детьми, там, и так далее, почему это происходит, да, и очень часто, а не секрет, что учителя работают на полторы, две ставки, понимаете, да, то есть учителю просто-напросто нет возможности все это увидеть, да, и вот когда есть специальные структуры, а такие исследования на Западе заказывают родительские комитеты, я как родитель заинтересован, чтобы в классе, где учился мой ребенок, был хороший нормальный микроклимат, ну, понятно, да, здоровая атмосфера, здоровая атмосфера, да, чтобы выявлять ребенка, который, к сожалению, там, ругается матом, ведь очень часто даже родители не, вот, когда у меня дети учились в начальной школе, родители даже не знают, некоторые, в силу своей занятости, да, чем занимается их ребенок, получается, и есть факты, когда кто-то из детей в классе начинает подклонять порнографические ролики, часто еще не понимая этого, да, а ребенок из другой среды, да, и они же как губка, они это впитывают, поэтому вот таких исследований надо проводить гораздо больше, и возвращаясь к проблеме учителей, да, получается, их прав, да, я бы все-таки хотел сказать, что, наверное, наши российские учителя, они самые лучшие, они самые терпливые, да, на Западе в таких случаях, да, ведь мы знаем массу примеров учительских забастовок, когда через забастовки, да, через локауты, да, учителя обращали так же, как работники, там, метро, допустим, да, получается, да, да, это ведь социально важная сфера жизни, да, получается, когда учителя уходили в забастовку, получается, да, и все их требования были удовлетворены, потому что, да, и вот для того, чтобы, я не говорю это как угрозу, понимаете, я прошу меня правильно понять, да, должны быть соответствующие индикаторы, да, должны быть соответствующие инструменты, которые бы ситуацию не доводили до такого кризиса, когда можно было бы предотвратить, потому что выигравшей стороны в этой ситуации не будет. Ну, в России несколько другая традиция, отсюда просто уходит ногами, и вы эту историю описали, просто уходит и размывается и система образования, размывается кадровый потенциал, уходят опытные кадры, и лакуна, остается пустота, куда, в общем-то, заполнять ее особо и нечем отказывать. Опытные кадры сейчас уходят в репетиторство, в онлайн-школы, да, то есть молодые учителя сидят дома, то есть когда мы беседуем с ними, почему ты не пошел в школу, зачем? Я сижу перед камерой, в халате, с чашкой кофе, надо мной нет директора, надо мной нет завуча, нет расписания, нет бюрократии, получается, да, я зарабатывал в два раза больше, чем я зарабатывал в школе. А вот вы эту тенденцию отслеживаете в том смысле, что, как и всякое явление, которое уже прижилось в жизни, оно распространяется, да, но бороться с ним невозможно, и не нужно, наверное, да, а вот возглавить или как-то синтезировать в систему образования, как-то вы, вот эти вопросы, вот, репетиторство, потому что я знаю тоже людей, которые работая по образованию, там, по предыдущему образованию, не учителями, но они нашли себе там в математике, да, вот прямо человек горит, преподавая математику на репетиторстве, и я понимаю, что вот та работа, которая там основная его, он со временем от нее отойдет, потому что человек испытывает удовольствие, вот, работая с детьми, и обучая их там новой методикой математики, я не помню название, нам ее какое-то там, такая мнемоническая, что ли, вот, что прямо у него группы набираются, и все, я понимаю, что пройдет время, и год-два, и он с прежней работой идет, и вот свою душу, где душа у него раскрывается, вот он там будет работать. Как-то вот, возможно, в ваших планах, в том числе в программе, вот эта приоритет 20-30, вот эта вот система репетиторства, система школы, чтобы она как-то взаимовывязалась, нет у вас ничего такого? Или вы репетиторствует зло? Не, 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 это очень интересный вопрос. В том же Сингапуре, когда нам показывали несколько лет назад передовую систему образования, а это образовательный научный туризм, мне очень сильно повезло, в том плане, что я неформально познакомился с переводчиком, женщиной из Казани, из Дербышек, которая в свое время, она рассказала мне такую историю, что она не смогла поступить в ВУЗ в советское время, в силу ряда причин, традиций того времени. Она выучила язык, уехала за границу, вышла удачно замуж, и вот работает там. Великолепная женщина, образованная, и она два дня меня повозила неофициально по школам, по школам, где учатся ее дети, вне той программы, которую делали официальные лица. Вы знаете, то, что заявляется официально, тоже надо очень сильно фильтровать, в том плане, что там не каждый учитель там у них в свое время говорили, там ежегодно проходит повышение квалификации, там и так далее, там совершенно другие условия. И одним из открытий для меня было то, что там тоже есть репетиторство. Там даже в той стране образовательную систему, которую нам выдвигают в качестве идеала. Вот в этой связи принципиальный вопрос относительно как я отношусь к репетиторству. На мой взгляд, вот в условиях равного доступа к качественному образованию, которое было гарантировано, которое должно быть реализовано в нашей стране, репетиторство не место, понимаете. Репетиторство в данном случае это затыкание тех дыр, пробелов, которые образуются у ребенка после изучения школьной программы. Их быть не должно, априори так и получается. Школа должна давать качественное образование. Сейчас, вот спросите любого родителя, почему они идут к репетитору, потому что у них есть пробелы в знаниях, и они не могут сдать там, и они готовятся к единого государственного экзамена. Хотя есть масса примеров, когда при качественном учителе дети не ходят к репетитору и великолепно сдают единый государственный экзамен. То есть репетиторство в данном случае это попытка выхода из той ситуации, которая сложилась в образовательной системе. Но ведь каждый из нас платит налоги, получается. И функция образования это государственная проблема. Поэтому эту проблему надо решать на государственном уровне. И вот буквально недавно я узнал, что президентом Российской Федерации выделено 5 миллиардов рублей на техническое переоснащение педагогических вузов страны. Их осталось у нас 33 специализированных педвуза и работа в этом направлении не идет. Но она не даст такой быстрый эффект. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, хорошо ли это плохо, конечно же, в идеале это плохо. Безусловно, да. Но это от безвыходности. Поэтому сейчас мы, родители, вынуждены, а если нас слушают родители, сразу прикиньте в голове, какую долю своего семейного бюджета вы тратите на репетиторство, если ваши дети в этом году задают ОГЭ или ЕГЭ. Все станет на свои места. Это большая проблема. Теперь, вторая сторона. Каков он рынок репетиторства на сегодняшний день? И вот я бы хотел отметить, что он очень разнородный. И очень часто родители, которые, опять-таки, выделяют из своего бюджета деньги, а как написала одна из казанских газет, стоимость часа репетиторства в Казани может доходить до двух с половиной тысяч рублей. Максимальная планка была зафиксирована, да? Получается, да. Какого качества репетиторские услуги получают эти деньги? И вот очень часто родители, понимаете, находятся в каком-то таком в иллюзиях, да? Когда они заплатили деньги, да? Да, большие деньги, и они думают, что они получат от этого эффект. Я знаю случаи, да? Ну, они довольно-таки трагико-комические получаются, когда учителя, репетитора, да, после сдачи ЕГЭ били родители. Потому что родители давали деньги и верили, да? Ну, это может быть традиция советского времени, когда был культ учителя, да? Что он чему-то научит, понимаете, да? Во-первых, важный момент. Не всех детей, детей, к сожалению, можно вывести на необходимый уровень сдачи ЕГЭ, и поэтому опытные репетиторы очень часто применяют входное тестирование. И, например, когда мы говорим со студентами, я говорю, что вы должны протестировать при родителе и показать, на каком уровне находится его ребенок сегодня. И, условно говоря, на какой уровень вы сможете его вывести максимально. Не на 100 же баллов, да, получается, там, и так далее. Это первый момент, да? И второй момент, самый, наверное, тревожный. А профессиональный уровень репетиторов, который сейчас за это берется, все кому не лень. Вот так же, как в сфере ремонта, да, получается, да? Человек немного что-то освоил, там, и так далее. И вот буквально тоже на днях была статья, что профессионал-плиточник там до 200 тысяч рублей может зарабатывать, да, бизнес онлайн. И сейчас все ринутся, понимаете, потому что вроде бы там большого ума не нужно, там, и так далее, да? Здесь то же самое. Вот мои наблюдения показывают, да, что в эту сферу приходят все, кто, ну, что-то там пытается, там, и так далее, там, и пока не готов, понимаете, к этому. Недавно я общался с одной нашей магистранткой, да, я приглашал ее к нам на работу, на должность инженера. Она ведь, в итоге, отказалась. И, скорее всего, причина была в том, что работая в школе, где ей дали две ставки, да, получается, она имеет доступ к рынку репетиторства, потому что, как говорится, нет, кое железо, не отходя от кассы, получается, тут же дети и так далее, все, и она задала сумму от тысячи до полутора тысяч за час. Это, на мой взгляд, человек, который еще пока профессионально не готов к этому, понимаете, да? И дети наши, даже молодые репетиторы, они не понимают, что деньги нужно отрабатывать. Я массу, вот я привел вам случай, когда ребенок там занимался и не сдал, не перешел через пороговый уровень, получается, да? Таких случаев очень много, да? И вот это большая ответственность, понимаете? И вот недаром есть, ну, как это обычно определяется? Ну, по репутации, да, получается, да? Кто-то, обратите внимание на сайтах, да, этих услуг, да, там, где вывешиваются, там и так далее, да? Вот самый ключевой показатель, как сдали ЕГЭ выпускники его прошлого года, да, получается? Вот это, по крайней мере, один из индикаторов, который тоже, в принципе, можно каким-то образом подделать. Вдруг, может, ребенок сам по себе был талантливый, да, получается, там и так далее. Как они выходят на этот уровень? И вот здесь, у меня, честно говоря, тоже, вот я, когда на пенсию выдал Лаверсада, даже создать такое конституционное агентство, да, потому что, во-первых, первая проблема, сейчас многие родители совершенно далеки от того, какие ЕГЭ выберут его дети, да, а когда закроется право выбора, получается, да, они не смогут поступить на ту специальность, куда они хотят. Так же получается? И посмотрите, у нас обязательные русские математики и общество знания, да, получается, да, тот, который, наверное, там, ну, попроще сдать для детей, а не точные науки, не естественные науки, там, и так далее. И вот это ведь надо заранее, а как выбрать, например, необходимо проконсультировать. Есть масса программ, есть масса тренингов, да, которые позволяют, в какой области у него есть предрасположенность. Я бы советовал просто родителям, да, вот если, наверное, если они сами не в этой теме, найти человека, который бы смог протестировать ребенка, в какой области он готов, в какой области он склонен, да, получается. И если уж они идут на репетиторство, получается, да, вот в эту область складывать деньги, понимаете, получается. И, опять-таки, с другой стороны, надо еще и соотносить силы ребенка, когда выбирают 5-6 ЕГЭ, это нереально. Лучше меньше, да, да, получается. Да. Поэтому тут очень много нюансов, и вот здесь, уж пользуясь возможностью, я бы хотел, конечно, вот родителей бы предостеречь, потому что, выбирая там любого там репетитора, ну, вроде бы, да, я так беседую с родителями, он свою миссию выполняет. Ну, что, шел же у тебя репетитор, все, занимайся, почему-то нибудь я не учат. А ведь есть очень много педагогов, да, которые просто транслируют знания. Я их называю, он сам себе, решая задачу по математике, доказывает, что он может ее решить. Ведь забывается другая цель, он должен ее донести до ребенка, а это уже методика, понимаете? И вот я знаю репетиторов, высококлассных, да, которые ежегодно вкладываются в себя, понимаете? Это не просто там собрать деньги там и так далее, да? То есть каждый год кимы, контрольно-измерительные материалы, они меняются, да? Они выезжают на специальные курсы, они смотрят, как меняется структура заданий, какие задания будут там и так далее, да? И они точно готовят ребенка. Вот это профессиональный подход к делу, а остальное, это, конечно же, базар, понимаете, получается, да? А вы скажите, у меня такой вопрос. Это моя субъективная мысль, оценка. Я считаю, что вот куда движется институт, куда движется вуз, можно определить по тем магистовским программам, которые возникают в нем. То есть новые и перспективные. То есть это, ну, прямо нащупывание, пути. А вы можете сказать, вот поделиться планами именно по магистовским направлениям в вашем институте? Что вы там считаете с наиболее актуальными, какие направления? Ну, это просто будет очевидно, да? Вы полностью правы. Да. Во-первых, программы магистратуры должны быть очень гибкими. И на мой взгляд, сейчас, ну, за редким, может быть, исключением, я говорю опять-таки об естественных науках, да, ну, жизненный цикл программы два-три года. Во-первых, магистровские программы, они ориентированы в нашей, по крайней мере, сфере, как правило, на очень узкий сегмент, в котором большого числа кадров не нужно, понимаете, получается. Поэтому на то это и двухуровневое образование, когда после бакалавриата мы можем эту область для себя уточнить. Я, кстати, сторонник вот этой системы, да. Вы знаете, что, согласно одного из исследований, 70% выпускников бакалавриата не работают по первой специальности. И это извечная проблема, когда 17-летняя девушка или юноша, выбирая профессию, делают ли они это осознанно. И вот магистратура в данном отношении дает возможность выбрать ту профессию, которая тебе интересна, которая востребована. И вот здесь как раз-таки то, что мы пытаемся у себя делать, мы пытаемся делать гибкие магистрские программы, которые ориентированы на рынок труда. И вот, например, для сведения в этом году и на ближайшие годы по приоритету 2030 мы делаем ставку на дефектологию. Буквально вчера я получил письмо, которое было адресовано на имя Ильшата Равкатовича Гафурова из министерства о необходимости подготовки дефектологов. Дефектологи это логопедическое? Не только дефектологи, дефектологи, в том числе логопеды, это и те, кто занимается и сурда, тифло, лого, то есть аутистами аутистами, дети с задержкой, олигофрена, педагогика получает, и так далее. Там до девяти разделов могут включать. У нас пока в Казанском федеральном университете развивались, они хорошо встали крепко на ноги, это логопедия и специальная психология. Но мы хотим в рамках приоритета 2030 вместе с заведующей кафедрой, там очень хороший специалист, администратор, ученый Анна Ивановна Ахмедзянова. Мы хотим сделать всю линейку, за эти 10 лет мы хотим всю линейку дефектологического образования в нашем регионе, и это будет выходить за рамки республики Татарастан, я думаю, на весь привозки в федеральный округ. У нас есть очень хороший консультант, учитель, наставник, это академик РАО, профессор Ольга Кукушкина, которая согласилась работать с нами, и вот в октябре она уже оформлена. Мы будем создавать новую модель вообще подготовки специалистов для дефектологии, потому что вы говорите о инновациях по приоритету 20-30, мы к этому готовы, и вот я говорю только об одном сегменте, получается. Мы планируем в ближайшие годы на уровне бакалавриата вести единый профиль, он называется дефектолог широкого профиля, когда будущий дефектолог получает образование по разным областям, но понятно, что много не так глубоко получается. А вот дальше, когда с одной стороны он видит предрасположенность к тому или иному, к сурдак, к тифлак, к логу, он видит предрасположенность, на уровне магистратуры он выбирает уже ту специализацию и становится узким специалистом. С одной стороны, это хорошо, он имеет обширное знание дефектологии, и он может диагностировать ребенка полностью, а с другой стороны, он получает специализацию в необходимой ему области. И вот здесь второй элемент это потребности рынка труда. Например, если я ошибаюсь, для слабослышащих детей, тогда расставим всего лишь две школы. потребность кадров минимальная, но она возникает через пять лет и так далее. И вот мы сможем, например, в данном случае варьировать. В этом году мы готовим, открываем одну программу, в следующем году другую программу и так далее. Вот в этом инновационность. Вот сейчас у нас очень большая потребность. Вы знаете, что мы открыли детский сад, в КФУ открылся уникальный детский сад, единственный в России для детей с расстройствами аутистического спектра. Причем это совместное я не зву даже проектом, это совместное дело, может, смысл нашей жизни на этом этапе, вместе с Институтом фундаментальной медицины и биологии. В чем уникальность детского сада? Это не только социальные функции, это и медицинские функции. То есть уже сейчас формируются программы исследований и у ректора нашего университета есть планы построить на территории детского сада исследовательский центр, где будут работать рука об руку и медики, потому что проблема медицинская, в качестве одного из примеров назову, что отмечен очень высокий процент заболеваний ЖКТ, желудочно-кишечного тракта у детей аутистов. И это исследуется, это генная проблема, получается, генные мутации и так далее. и дефектологи с другой стороны. Вот нигде они вместе практически не работают. Как правило, за рубежом это медицинская направленность, а у нас в России традиционно это дефектологическая направленность. И в этом мы находим опять-таки очень важную перспективу для прорыва, когда в рамках единого университета объединяем дефектологов, которые есть у нас и медиков, получается. Дефектологи занимаются реабилитацией, медики занимаются медикаментозным лечением получается этой проблемы, выявлением причин. Может быть, вот в этой сфере, вот в этой необычности родятся какие-то открытия. Но детский сад действительно уникальный, огромная благодарность не только от нас, но прежде всего от родителей. А таких детей несколько сотен. Ну, число растет, растет, это же очевидно. Да, да, диагностика улучшается, такие дети выявляются, да, и очень часто родители остаются один на один со своей проблемой. Вы знаете, что родители дом покинуть не могут, потому что поведение такого ребенка иногда бывает непредсказуемым. И вот здесь, конечно же, вот мы, и я бы хотел сказать огромное спасибо ректору, инициировавшему этот проект, но я говорю, что для нас большая ответственность с другой стороны, и большое спасибо президенту и правительству республики Татарстан, потому что кто-то может быть скажет, что я преувеличиваю, но, во-первых, за счет республики было отремонтировано это здание, это типовое здание детского сада на улице Ибрагимова, которое немножко пришло, обвершало немножко, получается, оно было отлично отремонтировано, получается, дальше, лично по президент республики инициировал вложение средств на закупку техники оборудования, установлено повышенное финансирование за счет республики, я когда еду, нам завидуют, понимаете, в России, вот, коллеги из других вузов нам завидуют, не только и детскому, но и тому вниманию, которое мы имеем здесь, поэтому, с другой стороны, я скажу, что это большая ответственность, вот мы взяли на себя, мы заказали, как штангистый вес, да, получается, и мы должны его поднять, поэтому сейчас и заведующая детским садиком, она, доцент нашего университета Ирина Александровна Нигматулина, формирует новую команду, они проходят, переобучение, вот сейчас, например, университет опять-таки затратил довольно внушительную сумму и 25 человек прошли курсы повышения квалификации в Институте коррекционной педагогики Российской Академии Образования у самых крупных специалистов в области дефектологии, да, мы сейчас выходим на этап сотрудничества с ведущими мировыми ассоциациями в области аутизма и у них тоже есть свой интерес исследовательский, дело в том, что на Западе доступ к таким детям очень затруднен, там есть много этических моментов, это масса разрешений и так далее, и так далее, да, у нас же, получается, родители поступают в детский сад, они дают согласие на то, что они принимают участие, это не просто детский сад, это эксклюнтальная площадка, понимаете, да, поэтому проводите все исследования, я думаю, через несколько лет мы будем, наверное, опробировать здесь из-за рубежной технологии, которые в этой области есть, понимаем. Армий Мансурович, время нашей программы подходит к концу, очень быстро, да, подошло к концу, и, знаете, я в заключении вот что скажу, 10 лет назад, когда университет получил пединститут, бывший, вошел в состав, в педагогическое направление появилось в Казанском федеральном университете, в него верили очень мало людей, и это была такая обуза, груз, ну, вы все это, наверное, на себе сами прочувствовали, это было всегда скепсис такой. Вот сейчас университет, у него новое направление в программе вот, приоритет 2030, это территориальное развитие, и я тоже слышу голоса таких пикейных жилетов, которые говорят, что, ну, вот, у нас там есть и лабуга, челны, они тянут нас вниз. Я почему-то, почему-то думаю, что в течение 10 лет именно лабуга и челны почему-то выстрелят, именно потому, что в них не очень верят пикейные жилеты, а люди, которые там работают, верят, и в том числе, и вы, возможно, тоже из тех краев, вот, ну, через 10 лет посмотрим, что там будет. Мне кажется, что выстрел будет именно в региональных наших подразделениях, очень интересный какой-то выстрел. Я бы хотел, чтобы вот ваша гипотеза, она сбылась, и хорошая предпосылка для этого, все-таки, ну, есть же пословица, беден, как церковная мышь, там, и так далее, да, или там хромая утка, пятая телега в колесе, получается, да, вот это должно заводить, понимаете, получается. Мы были в такой ситуации здесь, в Казани, и я всегда говорю об этом, когда 11-й год, осень, в Униксе, в большом зале идет собранник второго коллектива, и встает один из профессоров физиков, и говорит там Ильич Фатур Равкатовичу, там, уважаемый ректор, вы превращаете нас в пидун, вот такое отношение было, но наших педагогов называли колхозник из Булака, да, получается, видимо, вот такая была, я это назвал этим, университетским расизмом, понимаете, получается, то есть, в педвузе, значит, люди, там, второго сорта работают, ученые, и так далее, и вот такая реплика в адрес ректора, и я вот всегда эту слову разговариваю, Ильич Фатур Равкатович очень достойно, сдержанно сказал, уважаемый профессор, он его знал, потому что, вы знаете, он сам физик, да, он сказал, я не знаю, будет ли заказ на ваши программы, исследования, на подготовку педагогов, заказ будет всегда, и в этом нашей миссии, и вот мы смогли развиться, и сейчас наукометрика показывает, что вот мы буквально сейчас смотрели, мы входим в 50 лучших университетов мира по публикационной активности, по многим показателям, вот в своей нише, да, получается, да, мы занимаем лидирующее положение, и сейчас никто, наверное, сказать о том, что там, мы там мешаем, мы там тянем назад, там, и так далее, никто этого сказать не может, поэтому, если коллеги из Елабы, Геннабир, Чемлов, там много замечательных ученых, да, то есть вот эту нишу сегодня найдут, да, воспрянут, получается, они многое сделают, понимаешь, те ресурсы, которые мы имеем. Ну что ж, спасибо большое, до свидания, с вами был журналист Рустам Вафин, наш гость, директор института образования, психологии образования Казанского федерального университета, профессор Айдар Мимасурович Калимулин, до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова